Мой слух поврежден, деградирован, у меня серьезная асимметрия восприятия, другими словами, то, что я слышу здесь и то, что слышу здесь, и даже приблизительно не одно и то же. Я хочу поделиться своими ощущениями, как это влияет на мою работу, тем, как я это нивелирую в плане мышления, и в техническом отношении, и технологиями, которые, возможно, вам уже знакомы, просто я их по-своему использую. Может, это будет полезным и вам. Вечерняя школа Куш, с вами Грегори Скотт. Сегодня я хочу обсудить то, о чем звукорежиссеры стесняются говорить, в особенности профессионалы своего дела. Это вполне логично и понятно, но в то же время замалчивание этой темы оказывает медвежью услугу молодому поколению. Многие стыдятся это признавать, боятся, в общем, испытывают неприятные эмоции. Наша сегодняшняя тема – деградация, повреждение, ухудшение слуха. Большинство знакомых мне звукорежиссеров, а их много, самых разных уровней. Начиная от простых домашних студий, хотя, если честно, я тоже работаю дома. При этом я общаюсь со многими заслуженными обладателями Грэми за их работу. Один из бонусов изобретения студийного железа и плагинов, которые по душе многим инженерам, в том, что они не стесняются идти на контакт, и у меня в друзьях появляются деятели топового уровня. Пытаюсь понять их мышление, обожаю это делать. А бывает, просто говорим о всяком. Когда нормально общаешься с людьми, они становятся откровенными. И проблема потери слуха, его деградации, куда более распространенной, чем вы могли бы себе представить, если у вас ее нет. А если она уже есть, не бойтесь. Вы не одиноки. И сегодня я хочу поведать вам о собственных проблемах слуха. Мой слух поврежден, деградирован, у меня серьезная асимметрия восприятия, другими словами, то, что я слышу здесь, и то, что слышу здесь, даже приблизительно не одно и то же. Хочу поделиться своими ощущениями, как это влияет на мою работу, тем, как я это нивелирую в плане мышления, и в техническом отношении технологиями, которые, возможно, вам уже знакомы, просто я их по-своему использую. Может, это будет полезным и вам. Но самая главная цель – начать некий диалог, открытое общение в комментариях с каждым из вас, выяснить реальное положение дел, даже короткий комментарий. У меня провал в 30 дБ на 6 кГц, и я не взял эти значения с потолка, верите или нет? Эти ребята теряют 30 дБ на 6 кГц. Отчасть это связано с тем, как на мой слух повлияла игра на барабанах. Я начал использовать затычки, то есть, соответственно, оберечь свои уши лишь в 19, но были 4 года до конкретного грохота барабанов. Под ухом стоял Буббокс, который играл готовые песни. Мне 15 лет, я подыгрываю этим песням в подвале родительского дома. Лед Зепплинг, Раш, прочие серьезные ребята рвали в клочья мое левое ухо. А тут мой хэд, райд, тарелка, и я без передышки влуплю по всей установке, сидя в неподготовленной бетонной коробке. Отсюда у меня огромный провал в районе 6 кГц. Это только начало. Кроме этого провала, я страдаю тинитусом, звоном в ушах, и он преследует меня столько, сколько я себя помню. Непрекращающийся звон — это настолько подлая штука, которая способствует депрессии, способствует обсессивно-компульсивному расстройству из-за постоянных вопросов. Это в голове, это в голове, что порой вырывает из реальности, в момент, когда с тобой говорят, или, например, вокруг становится очень тихо, а тут вечеринка. Такие дела, что поделать? Касательно меня, я более чем уверен, так как звон в ушах у меня с самого детства, я даже помню, как в 8 лет я лежа в кровати, уставившись в потолок, слушаю то, чего нет, и ума не приложу, что все это есть следствие прямого физического воздействия на уши. Сейчас я понимаю, причина в том, что тогда я большую часть твоего времени проводил в лесу с отцом, который бензопилой пилил лес. Лучшее занятие для 8-летнего ребенка, по мнению лучших родителей 70-х. Видит Бог, папа не знал. Если бы он знал, ни разу бы не взял меня с собой. Когда ты в метре от работающей бензопилы, часами, это повреждает слух. То же самое с барабанами. Они повреждают слух. Поход на рок-концерт, любой концерт, клуб, дискотека, все это повреждает слух. Даже если вы надели защиту. Фишка в том, плевать, чем вы заткнули сами уши. В ночном клубе, где музыка гремит на уровне 95-100 дБ, вы косвенно теряете слух. Низы, проникая через кости, трусят ваш череп, а вместе с ним все мельчайшие детальки уха, и этого хватает для внутреннего повреждения слуха. Это неизбежно, подвергая слуховой аппарат долгим систематическим воздействием громких звуков любого типа. Даже заткнув уши, повреждение неминуемо. Имейте в виду. Обращая отдельное внимание тех из вас, кто работает в наушниках, будьте осторожны с громкостью, так как эти миниатюрные колонки расположены вплотную к ушам, даже на небольшой громкости. Через полчаса, час, два, три, четыре часа, они прилизывают те самые внутренние волоски и реснички. А когда становится тихо, они возвращаются пока однажды, и не перестают это делать. Чем дольше и чем сильнее нагрузка, со временем плюс возраст, реснички теряют свою гибкость, как в принципе и все тело. Они стареют с каждым днем, и часть из них уже не возвращается обратно, а мы при этом теряем частоты, которые ими воспринимались, начиная с верхних и двигаясь к более низким. Поэтому, раз и навсегда, все, кто смотрит этот выпуск, запомните, что бы вы ни делали, будь то гоняйте с открытым окном на скорости 120 км в час, кайфуйте от сумасшедшего ветра в салоне, ради интереса, возьмите эспелметр, посмотрите, что происходит, оцените это давление. Я ни в коем случае не призываю параноид по этому поводу, бояться громкости, симулировать так называемую гиперакузию. Я хочу лишь посоветовать, как сказал один мой знакомый, пару лет назад, но я запомнил на всю жизнь. Он говорит, «Я в режиме разумного отношения к слуху». Где бы, что бы он ни делал, если есть возможность поберечь уши, он это делает. Замечательная идея. Решайте сами, как вам быть. Просто поймите, уясните, эти штучки, они не просто важны, они наше все. Вернемся к моим проблемам. Шуму в ушах, позже приобретенному провалу в 30 дБ на 6 кГц. Чем я еще похвастаюсь? Например, вот это вот ухо не слышит абсолютно ничего выше 12 кГц. Пару лет назад пределом были 13, 10 лет назад 16-17 кГц. Во многом это возраст, но отчасти это связано с тем, что я хронически болел синуситами. Долгий период своей жизни я провел на антибиотиках. Воспаление, пазуху, внутреннего уха, нарост и прочая дрянь типа аллергии. Если вы подвержены аллергии, колите уколы. Не запускайте. Принимайте кларитин, аллегру, деконгестанты. Не допускайте образования отеков внутреннего уха. Поверьте моему горькому опыту, со временем это уже не лечится. Весь мир для меня как будто стал немного скучнее. Нет самого сочного хруста в том, что я сейчас слышу левым ухом. Странным образом, мое правое ухо стареет точно так же, как и левое. После прохождения курса приема витаминов, возможно, плацебо, понять, я не имею, работает ли это, но после приема никотинамид, рибазида, витамина В3, эффект я особо не ощутил, но я точно заметил, что спустя 18 месяцев приема, странным образом, правое ухо, которое год назад не слышало ничего выше 12 кГц, сейчас распознает 16. Хотите верьте, хотите нет, но я несказанно рад этому, потому что левое по-прежнему барахлит, а правое начало компенсировать эту проблему. Кстати, если у вас проблемы с симметричностью, один из способов борьбы с ней, и я говорил об этом в одном из прошлых видео, это кнопка свэп на контроллере мониторов, меняющая лево и право вашего микса. Крайне полезная штука. Это и смена перспективы, и свежее восприятие, но и в случае асимметричного слуха, вы такие, «Боже, оказывается у хай-хэта слишком много песка, а вы не замечали это, ведь он панорамирован немного в сторону, и это у хай-хэп плоховато слышит песок». Самый верх. Кнопка свэп, помогая с разногласиями право-влево, освежает при этом мозги. Полезнейшая вещь. Двигаемся дальше, потому что о проблемах моего слуха можно говорить бесконечно. Поговорим о приемах и инструментах, помогающих преодолевать, управляться, держаться в разумных рамках, несмотря на проблемы со слухом. Если вы вслушаетесь в любую из моих работ, самый простой пример, заставка к этому видео, или композиция из демо-роликов к моим плагинам на канале Куша Аудио, или плейлист моей группы с Никки Лизл Девилл в описании к этому видео, или на нашем сайте, или просто вбейте с Никки Лизл Девилл в поиски YouTube. Все это записано и сведено мною. Нравится вам такой стиль или нет? Неважно. Смысл в том, что, послушав мой продакшн, возможно, вы заметите, что что-то у этого парня не так со стереокартиной. Не знаю почему, не смогу даже объяснить. Я никогда не слышал и до сих пор не чувствую образы. Знаю, многие обсуждают цельную трехмерную звуковую картину, и я тоже был бы рад ее услышать. Но у меня реально это не получается. Я без проблем локализую право-лево, когда паноромирую элементы в пространстве. Я чувствую малейший сдвиг в панораме, но я не представляю в голове какую бы то ни было картину. У меня просто общее звучание, прозрачность, маскировка. У меня нет воображаемой комнаты с красивым окном в волшебный мир. У других людей, видимо, это получается, хотя может только на словах, не знаю. Звучит круто. Действительно интересно. Немного завидую и продолжаю панорамировать, ориентируясь на разборчивость и неразборчивость. Когда я хочу выделить какой-то звук на фоне общего микса, я беру и двигаю его дальше от центра. Когда я хочу замаскировать что-то, я буду двигать это ближе к центру, или подвигаю туда-сюда, спрячу его за каким-то другим элементом. Я не вижу все это, а просто слышу, как звук слабеет, маскируется, а где-то он возвращается, и я нахожу ту самую точку, в которой мой звук торчит в самый раз. Таков мой подход. В отношении панорамы и личных трудностей со слухом, я просто игнорирую факт, что не слышу образы, и кручу панораму. Пару слов о технических средствах. В высокотехнологичных решениях. Это плагин для контроля тонального баланса. Когда-то я мог только мечтать о таком, и у меня не хватит слов описать все мое восхищение гениальности инженеров iZotop. Вкратце, если вы не знаете, что это, идея в том, что он показывает общий тональный баланс микса, и нам следует, в кавычках, конечно, нам следует придерживаться вот этой вот подсвеченной зоны. Местами будет ниже, местами выше, но в среднем внутри этой полосы. Мне кажется, это не что иное, как розовый шум, но это мое предположение. Фишка в том, применив это дело в первый раз и увидев, как мой микс не попадает в рамки, я такой, у нас проблемы. Начал пытаться исправить микс, впихнуть его в эту зону, но то, каким становился звук, не качало меня, а для нас важно передать кач, чувства. И тогда я задумался, почему так происходит? Начал анализировать свои любимые песни. Многие из них действительно точно попадают в эту зону, не знают о сведении или дело в мастеринге, но не в точности внутри полосы. Звучат отлично, но при этом многие из моих любимых песен не попадают, и они отклоняются точно так же, как и мои работы. мои миксы, как правило, выпирают здесь, не очень сильно, но все-таки заметно. Далее я попадаю в районе средней низки, иду ровно, красиво, а где-то тут у меня яма. В моих работах постоянно есть яма в районе двух килогерц, так не слышится. Я мог бы приподнять это на мастер-канале или подправить тембр отдельных элементов, но не хочу, потому что мне нравится, как звучит эта выемка на двух килогерцах, возможно, потому, что 2К — это место встречи как бы мешковатых звуков килогерца и более жестких трех килогерц. Они сливаются в районе двух килогерц, двух, двух с половиной. Для меня это фактор остроты. Дело в том, что я не фанат острого звучания. Да, острота нужна, иначе наш микс будет звучать слишком мягко, не сможет проявить себя, достучаться до слушателя. Но, если у нас перебор в районе 2К, 2К нашего продакшена, то в наушниках я не могу такое долго слушать. Это утомляет, и многие продюсеры, современные звукорежиссеры задирают 2-3 килогерца, потому что это простейший способ увеличить яркость, громкость. Громкость живет здесь, в этой полосе, но это отдельная тема. Вернемся к моему нездоровому слуху. Мой баланс возвращается в норму и где-то тут срывается в пропасть. И это случается где-то в районе 14-16 килогерц. Я это тоже делаю нарочно. Получается, мне проще не додать моему миксу 18-20 килогерц, так как я физически их не слышу и побаиваюсь немного начудить с этой областью. Но есть и другая причина, почему я не парюсь насчет этих частот, ведь они характеризуют мрачность моей музыки. Много низов, небольшая яма в районе 2К, и потом ровно до области супер-пупер-воздушности, где я немного все-таки оставляю этого присутствия. Я подглядываю сюда, чтобы быть уверенным, что когда я кручу верхние частоты, то не выхожу за рамки того, что мне нравится. У вас будут свои рамки, проанализируйте свой продакшен, музыку, которая вам нравится, запомните, используйте как ориентир. В моем случае, коль скоро я не слышу 6 килогерц, я подглядываю сюда и проверяю свое слабое место. Пару слов о том, как я работаю с самыми высокими частотами, которые по факту я вообще не слышу. Для них я применяю две вещи. Во-первых, одно из моих детищ из набора с Лай-фай, у Аксис встроенный спад высоких, который начинается в районе приблизительно 9-11 килогерц. Этот плагин прибирает все, что выше, но очень аккуратно. Получается, в районе 19 килогерц он прибирает где-то 4, может 5 дБ. Не помню точно, несмотря на то, что я сам это делал. Смысл в том, подобный спад я использую Аксис везде, симулирует эффект аналоговой консоли, у которой на всех каналах аккуратненький спад самых верхов. Они все равно есть. Обычно обрезной фильтр не убирает полностью самые верха. Он их плавно прибирает. Да, с его помощью можно жестко обрезать. Я это тоже делаю, но только в очень специфических случаях. А обычно я использую подъем в районе 12, 13, может 16 килогерц и компенсирую спад. Добротность полос в Аксис не маленькая и не большая, как раз где-то между, чтобы его работа звучала музыкально, не точечно и не грубо. Действительно очень естественно. То есть я приподнимаю самый верх, чтобы компенсировать работу встроенного лоу-пас-фильтра. Я применяю такой фильтр на всех элементах микса. И лишь для оверхедов и только для основного вокала я компенсирую потерю самых верхов. Получается, все остальное приобретает мягкие мрачные оттенки, на фоне которых пара ярких, более воздушных элементов отлично прослушиваются, способствуя некой мягкой прозрачности. Я избавляюсь от частот, которые не слышу, но я делал бы то же самое, если бы их и слышал. Они мне не нужны. Мне реально не нравится 18 кГц. И я их убирал и тогда, когда я их слышал и продолжаю это дело сейчас. Кстати, применяя эквалайзер, например, поднимая 15 кГц, странный, правда, подъем, но бывает и такое. Даже если вы не слышите 15К, ничего страшного, потому что любая полоса, не будучи супер узкой, эта точка, ее колокол с вершиной в 15К, здесь добротность по-моему полтора, эта точка тянет за собой даже 8 кГц. Все из нас слышат 8К, я надеюсь. Мы можем предположить, что происходит на 15 кГц, принимая во внимание кью, предполагаем и чувствуем себя спокойно, анализаторы нам в помощь. Я использую контроль тонального баланса, анализатор спектра в избежании случайных крайностей, а если вдруг я слышу 16 кГц своими-то ушами, то у меня точно перебор, и следует быть аккуратнее. Еще один прием, направленный на самые верхние частоты, для него я использую Хаммер или плагин, или аппаратную версию. Бывает и то, и другое. Хаммер невероятно плавный. Если бы не гениальный Дэйв Хилл, то я бы в жизни не додумался собрать настолько плавный эквалайзер. Его добротность бывает до 0.35, и это кью пропорционально, то есть это очень широко при малых значениях. Я кладу его на общую шину, и делаю кое-что, что тоже является идеей Дэйва. Ставлю хай-кат-фильтр, который работает как очень низкий лоу-пасс-фильтр. Он настроен где-то на 8 кГц. Вы включаете этот хай-кат-фильтр на мастер-канале, тут же замечаете, куда подевался вверх. А дальше делаем следующее. Выбираем 10 или 15 кГц, и начинаем приподнимать эту полосу, получая очень плавный спад, перетекающий в плавный горб. И подобная форма верхов очень красиво обрисовывает так называемый воздух. Мы застрахованы от избытка самых верхов, которые, возможно, не слышим. В таком случае, всякое ведь может происходить на отдельных дорожках, до общей шины. Поэтому я не стесняюсь орудовать лоу-пасс-фильтрами в самом конце и выборочно возвращать интересующие меня полосы самых верхов, не забывая про анализаторы и мастеринг инженера, то есть окончательную проверку. И последнее, что не представляет из себя ничего сложного и может очень понравиться вам, особенно если у вас есть проблемы со слухом, о которых вы знаете, отправляйте миксы на проверку кому-то, чьим ушам вы доверяете. Я, например, не особый фанат отправить кому-то свои работы и спросить, как тебе сведение? Потому что, грубо говоря, когда ко мне обращаются с подобной просьбой, мне не хочется оценивать сведение. Меня больше интересует продакшн, я с удовольствием оценю композицию, аранжировку, в общем, те вещи, которые действительно имеют значение для слушателя. Да, сведение тоже важно, без вопросов. Очень часто то, что важнее всего, игнорируется в угоду всяким техническим хитростям. И мне приходит такая песня, автор которой понятия не имея, что такое аранжировка, все свалено в кучу, элементы повторяют друг друга. Записано это черти как, слишком мрачно, слишком скучно, полно субмедиант и звуков, которые чересчур пронзительные. И автор пытается все это исправить сведением, как-то страмбовав все это горами обработок и такой «Как тебе сведение?» Брат, ты гребешь ложками вместо весел. Если у вас есть знакомый, чьему слуху вы доверяете и вы точно знаете, какие у вас проблемы, думаю, это великолепный ход. Поэтому я для проверки на адекватность отправляю микс другу или двум с нормальными ушами. Они моложе меня и слышат весь этот песочек. Я такой «Все в порядке в районе 14-16 кГц? Не перегнул ли я?» Это все, что меня волнует. И в ответ я слышу «Все в порядке?» «Ну, жестковатые хай-хеты». И я немного убавляю их вверх. Никогда не помешает мнение двух-трех друзей. Итак, жду комментариев по поводу ваших трудностей со слухом. Не стесняйтесь, пожалуйста. Давайте делиться мнениями, будучи открытыми, откровенными, возможно, обеспокоенными. Зуб даю. Большинство из нас с этим сталкивается, и чем старше, тем чаще. И я надеюсь, кое-что из того, что я рассказал, приемы, хитрости будут полезны в случае, когда и ваш слух вдруг начнет вас подводить. Пожалуйста, пожалуйста, в комментариях расскажите, что вас беспокоит в плане слуха, и тогда это перестанет быть секретом, поводом стыдиться. Повторюсь, это очень распространено, и чем старше звукорежиссер, тем это вероятнее, особенно среди профессионалов. К примеру, ты профессиональный мастеринг-инженер, конечно же, ты в жизни никому не признаешься, что уже плоховато слышишь 14 килогерц, зато за твоими звукорежиссерскими плечами огромнейший опыт. И именно поэтому ты способен на невероятные труды, поразительные результаты, несмотря на недостатки слуха. Я желаю тебе не останавливаться. Спасибо за просмотр. Грегори Скотт, Вечерняя школа Куш. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok